Приветствую вас! Сразу оговорюсь, что для полного ответа, именно для полноты ответов, желательно знать вас и вашего партнера. То есть желательно иметь психологический подряд вас и психологический подряд вашего партнера. Потому что иначе это просто габания на кофейной гуще. То, что мы будем делать, то есть габания на кофейной гуще, то, что делаю сейчас, то, что буду делать сейчас я. Вот. Потому что информации о вас немного, точнее, вообще практически нет. Вот. И, соответственно, о чем идет речь, тоже можно только лишь догадываться. Значит, смотрите. Вы встречаетесь с партнером исключительно ради и для секса. То есть ваша цель – это секс. И, соответственно, если цель – секс, то это должен быть, ну, хороший секс, я полагаю. То есть я надеюсь, что вы не будете спорить с тем, что секс должен быть хорош. Вот. То есть вы должны быть, ну, удовлетворены, да, по-максимуму. Вот. Вообще по-максимуму. Соответственно, мужчина может считать, и у него есть основания так думать, да, что со временем, со временем вам это все может просто-напросто надоесть. Вот. Мужчина может так думать. Ну, потому что, если человек более-менее адекватный, да, то есть как бы отдает себе отчет в том, что происходит, как это все работает, вот, то он знает. Он знает, что, значит, любое блюдо, если его подавать постоянно, да, то оно приедает. Любое блюдо приедает. Это нормально. Вот. Он, естественно, этого боится, он, естественно, этого не хочет, и, соответственно, ищет какие-то новые аспекты для того, чтобы достать вам наслаждение, чтобы вам нравилось, что вы, возможно, не променяли его на кого-то другого, да, на кого-то еще. Вот. Это первое. То есть это первый возможный вариант. Что это? Отношение вашего партнера к сексу. Вообще, как, ну, как таковое. Вот. Отношение вашего партнера к сексу. Если он воспринимает секс как своего рода такой экзамен, если он воспринимает секс, как своего рода такой тест каждый раз. Вот. то нет ничего удивительного в том, что он, ну, хочет что-то новое попробовать, именно потому что для него это как раз испытание, и он, соответственно, боится того, что это испытание, он может, ну, грубо говоря, не пройти. Вот. И как бы вы его не убеждали в том том, что это не так, что вам все нравится, что вас все устраивает, он все равно будет думать о том, что беспокоит его, ну, потому что это проблема исключительно мужчины. Вот. Как бы, как бы. Вот. Дальше. Следующий момент, который мне бы хотелось вам сказать, это... исключительно момент неуверенности в себе. Вот. То есть, что это значит? Человек, грубо говоря, не уверен в том, что он вас, ну, удовлетворяет полностью. Не уверен, что он может вас удовлетворять в долгосрочной перспективе полностью. Вот. Что слишком высокая была достигнута планка, да? Вот. И есть опасения, что, соответственно, эта планка скоро начнет снижаться. Вот. Это заставляет мужчину бояться, соответственно, и как результат он мотивирует себя на поиск каких-то новых способов и средств для достижения результата своего. Вот. Следующий вариант, следующая причина, которая может быть, это элементарное раскрепощение партнера. То есть, имеется в виду, что если партнер встречается с вами ради секса, вот, то это означает, что он с вами реализует свои сексуальные фантазии. И, значит, эти фантазии становятся со временем все смелее и смелее и смелее. То есть, как бы, он хочет попробовать вообще все, что ему интересно. Вот. Возможно, то, о чем он даже не мог и мечтать, собственно говоря. Вот. И поэтому партнер ваш, значит, тяготеет к эксперименту. Вот. То есть, это может быть вполне себе такой, ну, нормальная позиция, это нормальная практика, в этом нет ничего экстраординарного. Следующий момент, который обязательно нужно сказать, да, следующий момент. Это такой момент, что у некоторых мужчин действительно есть, ну, такая вот фантазия, да. У некоторых мужчин действительно есть такая фантазия, нужно, значит, посмотреть там, ну, то, о чем вы говорите, короче говоря. Вот. То есть, эта фантазия у мужчин есть. Не у всех, но есть. Вот. И в этом случае, в этом случае тоже можно говорить о том, что это, ну, весьма-весьма распространенная, скажем так, практика. Вот. То есть, именно распространенная практика. Я бы не сказал, что она прям постоянная, да, то есть, все поголовно мужчины такие. Вот. Ну, а практика распространенная, это факт. Вот. И, соответственно, здесь уже остается либо принимать такую вот позицию, ну, значит, вашего партнера, я полагаю, мужчина, либо нет. Вот. И все. И все. То есть, тут вариантов распространенная. Вот. Ну, в принципе, наверное, на этом все. Вряд ли можно еще чего-то еще добавить. Возможно, можно добавить только то, что, может быть, может быть, может быть, мужчина где-то подсмотрел. Вот. 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 Он где-то посмотрел, что вот женщинам там, например, вот нравится, да, вот, ну, вот такие вот истории. То есть, где-то он это, ну, где-то он это увидел, где-то он это вот услышал, и теперь вот хочется это попробовать. Вот. Если у него цель, например, да, доставить вам максимум удовольствия, да, если у него цель доставить вам максимум наслаждения, то это вполне нормальная практика, опять же, да. Человек, он думает о вас, хочет и хочет, ну, в соответствующей манере, да, то есть, именно как сексуальный партнер, он хочет вам поставить сюда и вот сюда. То есть, если это был там больше любовный партнер, да, то есть, ну, больше такой эмоционально связанный с вами партнер, то он бы, наверное, там, ну, предложил бы что-то другое, да. То есть, он, наверное, как бы, ну, больше доверял бы вам, а так, доверие, ну, именно, вот, на духовном уровне, да, между вами, видимо, не особо много, вот, и поэтому, соответственно, не возникает такая вот история, такая вот проблема. Вот, причины, в принципе, с причинами всё, хочу, хочу только отметить один важный момент, который мне показалось, ну, нужно отметить, да. Этот момент, этот момент, этот момент заключается в том, что вы говорите про психику, то есть, вы говорите, что психика шалит. Я думаю, что по какой-то причине вам эти мысли близки, то есть, почему вы подумали, что именно психика может шалить у, допустим, вашего партнера, это, на мой взгляд, очень интересный вопрос, да. То есть, вы подумали не то, что человек хочет, там, вам сделать приятно, да, вы не подумали, что человек, там, может быть, ну, вот, как я сказал, да, не уверен в себе, или что-то ещё. Вы подумали именно о том, что у него шалит психика. Или, или, поправьте меня, если я ошибаюсь, с вами что-то не так. То есть, я, конечно, здесь вот не знаю, да, я безусловно не знаю, как складываются ваши отношения. Вот, ну, я думаю, что, как минимум, как минимум эти аспекты нужно рассмотреть, потому что, если вы сомневаетесь, допустим, в себе, да, если у вас есть сомнения, что партнер ваш делает это, ну, просто потому что, что-то с вами не так. Вот, это неуверенность в себе ваша, и, соответственно, работать здесь уже нужно именно с ней, с вашей неуверенностью в себе, вот. Не с мужчиной, да, а с вами. То есть, грубо говоря, вам нужно определить причины своей такой реакции, вот. То есть, ну, хочет и хочет, ну, и что такого. Вот, если вам это не сложно, да, если вы готовы это сделать, то, чем проблема, берёте, делайте, и всё. Если вам не хочется это делать, да, то есть, вы считаете, что этого делать, ну, как бы, что это не для вас, там, и так далее. Ну, соответственно, этого не делайте тогда. О чём тактично, да, скажите своему партнёру, чтобы он вам, там, такого больше не предлагал, например. Вот, это, я думаю, что здесь, вот, только такие аспекты, только такие аспекты могут помочь вам. Вот, думаю, только так. То есть, национальная искренность, национальная искренность, национальная открытие, национальная честность, вот. Это то, что вам поможет. То, что сможет не только сохранить ваши отношения, да, но и вывести их на, соответственно, новый уровень. Вот. Вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, я надеюсь, я надеюсь, что вы сделали для себя выводы, я надеюсь, что вы примете верное решение в этой ситуации. Вот, верно, имеется в виду, соответствующие вашим интересам, в первую очередь, интересам другого человека, да. Вот. И, исходя из этого, уже будете двигаться и действовать дальше. Дальше. Вот. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, а буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.